То есть ситуация в сопредельных государствах для нас неблагоприятная. Более того, руководство этих стран взяло курс на конфронтацию с Беларусью. Вот это главное для нас. Поэтому, какова ситуация сейчас на границе, и особое внимание украинскому участку. Что мы там будем делать? Вы видите, они туда, в Украину, тащат натовские войска под видом учебных центров. Они создают фактически базы. Базы Соединенных Штатов создают на Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать. Они не слышат нашей озабоченности. Мы с президентом России, это не секрет, проводили и проводим консультации по этому вопросу. И договорились, что нам надо предпринимать какие-то действия. В противном случае, мы завтра будем иметь прямо на границе Беларуси и России неприемлемую для нас ситуацию. Вплоть до размещения ракет соответствующей дальности. Мало того, что туда побежали наши беглые, извините за тавтологию. Там создаются учебно-тренировочные лагеря в все большем количестве, где обучают целенаправленно и не только беглых работе по Беларуси, как говорят спецслужбы. Оружие, основной поток, это уже убедились не только мы, но и сами, пограничники, прежде всего, Украины. Оружие идет с Украины, тайники найдены уже там, у наших границ. Если эти тайники для мероприятий на территории Украины, то их не надо тащить к нашей границе. Они бы спрятали где-нибудь в другом месте. Ясно, мы видим признаки неприличных действий в отношении Беларуси. Мигранты. Сложная обстановка эта усугубляется еще и действием наших коллег, пограничников сопредельных государств. Руководители этих государств делают заявления, в которых прямым текстом обвиняют нашу страну в организации миграционного кризиса. Более того, своими обвинениями, отвердят они самых высоких трибун, решили они ввести в заблуждение все мировое сообщество. Возьмите их выступление и заявление на последней Генеральной Ассамблее Объединенных Наций. Идет давление стороны Польши, прежде всего. Ясно, что такое Польша в Евросоюзе. Под зонтиком американцев находится, они проблем Евросоюзу доставляют не меньше, чем нам, поляки, руководство Польши. И они давят на Европейский Союз, заявляя о том, что мы выстраиваем какую-то гибридную атаку против Европейского Союза. Мы знаем, что все это чепуха, не единственно рассказано. Вы позвали туда так называемых мигрантов, забирайте. Вы их туда звали. Вы разорили там эти страны. Вы первопричина того, что люди бегут оттуда, от войны на Запад. Поэтому надо разбираться там. И я уже не раз подчеркивал, что это международная банда, которая оттуда людей перевозит не только через Беларусь. Слушайте, через Средиземное море еще больше идет в Европейский Союз народу. Народу валом идут. И это все организовано. Организовано соответствующими людьми, которые там организовывают этих людей, финансируют отчасти этих людей. Самолеты. Они летят сюда. Они пользуются безвизовым режимом, который у нас существует. Здесь их тоже принимают соответствующие люди. Ведут на границу. Перебрасывают туда. А там у них в Польше, Литве и других странах самые бандюганы сидят, которые их принимают в Польше, к примеру. И отправляют дальше в Германию. Они же не в Польшу идут. Они идут в Германию, Францию, отчасти в Великобританию. Для них границ нет. И я уже открыто сказал, вы против нас развернули гибридную войну, вы против нас ведете санкционную войну. И вы что, хотите, чтобы мы вас защищали здесь? В открытую сказал, что так не будет. Пусть там борются. С теми, кто не нужен в Польше или в Литве. Для устрашения этих бедолаг, мигрантов, которые хотят получить убежище в странах Евросоюза, люди в военной форме, ясно кто, мы это видим, и полиция, и погран, войска уже армию подключили к этому, силой гонят туда, как скотину, к нашей общей границе. Избитых, замерзших, изувеченных, порой мертвых, перебрасывают на нашу сторону. Ну а нам что остается делать? Не бросишь же человека на границе. Это, конечно же, вызывает серьезную озабоченность у нас в Беларуси, ну и за пределами Беларуси тех людей, которые еще не потеряли чувство какой-то человечности. Поэтому я хотел бы еще раз сегодня обратиться к международным организациям, к руководителям, гражданскому, как они говорят, обществу зарубежных стран, чтобы обратили внимание на ситуацию, которая складывается на границе. И все-таки соблюдали права человека, которые они сами декларировали. И очень важно, очень важно сегодня нам определиться, как мы будем действовать в будущем. Еще раз говорю, погода изменилась, климат у нас суровый. Мы получим огромное количество погибших людей на границе. И как мы видим, они на этом наплевательски к этому относятся. Они не будут смотреть на этих людей, как им поможет. Опять все это ляжет на плечи беларусов. Поэтому что будем делать в перспективе? Какова ситуация сейчас на границе? И особое внимание вот украинскому участку. Что мы там будем делать? Вы видите, они туда, в Украину, тащат натовские войска под видом учебных центров. Они создают фактически базы. Базы Соединенных Штатов создают на Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать. Мы с президентом России, это не секрет, проводили и проводим консультации по этому вопросу. И договорились, что нам надо предпринимать какие-то действия. В противном случае мы завтра будем иметь прямо на границе Беларуси и России неприемлемую для нас ситуацию. Вплоть до размещения ракет соответствующей дальности. Мы на это не подписывались и допустить этого не можем. К сожалению, руководство Украины, они наплевали на собственный народ и они не слышат, что мы высказываем эти озабоченности. Поэтому с вашей точки зрения, что там происходит, какие наши должны быть дальнейшие действия по границе с Украиной. Это больше тысячи километров. 1884. 1100 километров, это огромная протяженность границы. Провели ли мы там демаркацию этой границы, как украинцы работают, работают ли они вообще для того, чтобы обустроить эту границу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!